лицевая деталь у меня уже давно готова я ушел еще до того как появилась мысль показать как эту сумку шить вот сшивается две части вот цветная и серая точно так друг другу лицевой стороной представили прошил через сантиметр вывернул ну то есть в общем точно так как и вот эту деталь шил единственно что так потом прошил вывернул отвернул и прошел вот в общем вот так она вблизи выглядит для меня более важная вот вот эта высота где будет проходить молния я хочу на лицевой стороне чтобы была молния то есть по высоте у меня получается 20 сантиметров здесь так если сравнить с цельной деталью то здесь будет сверху дом и второй кусочек также по ширине он 18 сантиметров по высоте произвольно тут мне надо пять сантиметров даже шесть повысить это как один сантиметр вот загибаться ну то есть это это вот по этой ширине на произвольные произвольно главное чтобы вот здесь совпадало 18 сантиметров и сейчас буду вставлять сюда молнию молнию и здесь я уже буду вставлять более крупную то есть номер 8 мол тоже я здесь использую рулонную можно найти кусочек по ширине который будет соответствовать по ширине сумки лицевой стороной молнию наверх здесь лицевой стороной на низ сопоставляю края и прошиваю здесь и делаю стежок лишнюю молнию обрезаю и дальше вот лицевой стороной лицевой стороной молния наверх отворачиваю ткань выравниваю вдоль зубцов и опять кидаю строчку можно для красоты кинуть вот так две строчки то есть прошить двумя строчками чуть-чуть отступить главное чтобы строчки были параллельно иначе будет некрасиво и и пустить параллельно чуть-чуть пониже или или по-другому подальше от молнии вот получается с тыльной стороны будет выглядеть так если вторую строчку здесь прошиваете то соответственно вот вы ближе к краю от молнии и в процессе эксплуатации сумки от это загибаться не будет и точно так делаю с противоположной стороны здесь прошил отвернул и прошью здесь поставлю бегунок а перед этим я отмерю 25 сантиметров отмечу по высоте и закругли углы и будет у меня деталька точно такая как это только уже лицевая сторона сумки делаю деталь дальше так основная часть вот у меня вот такая получилась закрываю получается карман то есть сюда наложить подкладочную ткань тут уже как по желанию вообще можно сделать из двух частей вот подкладочную ткань так чтобы она лицевой стороной сюда в карман пошла и лицевой стороной соответственно в основное отделение сумки но я обойдусь одним слоем и лицевой стороной подкладочной ткани в основное отделение сумки а здесь будет тыльная сторона подкладочной ткани и сюда хочу сделать вот такой открытый карман здесь я оканту и его и пришью и будет у меня здесь с этой стороны открытый карман высоту этого кармана я захотел сделать 18 сантиметров то есть получается у меня эта деталь имеет квадратную форму 18 на 18 подкладка соответственно повторяет размеры основной детали 25 на 18 взял полиэстеровую ленту 25 миллиметров шириной пополам сложил окантовал один край и теперь совмещу и вот эти детальки аккуратненько булавочками скалю вот вот так то есть получается лицевой стороной вот эта деталь вниз этой лицевой стороной вверх подкладочная ткань здесь лицевой стороной вверх все это совмещу аккуратненько прикреплю и прошью по кругу обрезаю углы подкладочной ткани деталь готова лицевая сторона карманчик и тыльная сторона с открытым карманчиком дальше мне надо отметить середины сторон этих деталей для этого я складываю пополам и мелом ставлю метку то есть раз середина стороны с противоположной стороны нахожу середину пополам сложил метку поставил вот у меня есть середина там по длине пополам складываем ставлю метку с противоположной стороны соответственно на наследно другой детали точно так делаю мне это потом надо будет я здесь буду присоединять молнию и вот деталь кольцо которая будет кольцом деталь в этом месте я буду присоединять эти булавочками эти детали чтобы они у меня все ровно получили и и и и и и и и